Разрывные подарки на день рождения диктатора, последние гости в России, неимоверные потери Кремля. О поражениях врага и приобретениях Украины говорим здесь и сейчас. Это программа 20 минут, а я Ирина Узлова. Две взрывные свечечки, как две гвоздики. На последний торт, в честь последнего, очень надеемся, дня рождения диктатора. Давай задувай, Вова, а мы раздуваем и взрываем. Не просто нефтебазы. В Феодосии украинские силы разнесли важный нефтеналивной порт, который войска РФ используют для поставки топлива на полуострове. Точнее, использовали. О важном нюансе поражения сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Он добавил, что порт имеет большое значение для поставки топлива оккупантам в Крыму. В ночь на 7 октября во временно оккупированном Крыму прогремело несколько десятков взрывов. В районе аэродрома Бельбек возник пожар, громыхало и в районе аэродрома в Саках. В Феодосии после атаки беспилотников вспыхнула нефтебаза. Позже Генштаб ВСУ подтвердил силы обороны Украины нанесли этот удар по морскому нефтяному терминалу россиян во времена оккупированной Феодосии. Военные отметили, что именно феодосийский терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались в том числе и для обеспечения потребностей российской армии. Пожар вспыхнул до такой степени, что погасить разгоревшееся до неба пламя не удалось и спустя несколько часов. После поражения морского нефтяного терминала Феодосии даже начали отселять людей, живущих рядом с ним. Пропагандисты ВГТРК заявили, что отселению подлежит по меньшей мере 300 человек. Они также сообщили, что проезд по Керчевскому шоссе перекрывали из-за пожара. Пропагандистская РИА Новости Крым добавила, местные власти объявили Феодосии режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Пожар продолжался и спустя 10 часов после атаки два резервуара там уничтожены, еще два охвачены пожаром. По данным телеграм-канала «База», повреждены пять резервуаров с горючим. Это один из самых крупных терминалов РФ и одна из самых жирных целей для нас. Хорошо, что мы вернулись к тактике ударов по крупным объектам нефтеперерабатывающей отрасли Путина, говорит в нашем эфире военный эксперт, дочек-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Светан. В Крыму два терминала нефтяных, в Севастополе и в Феодосии. Феодосийская бухта считается незамерзающей, потому там был развернут в свое время нефтяной приемник, для того, чтобы дальше обеспечивать уже наш Крымский полуостров нефтью и продуктами переработки. Потому это одна из основных целей была. Давно уже надо было уничтожать именно нефтяные терминалы, мы с вами об этом говорим. Бочки бочками хорошо дымят, хорошо горят, но если уничтожать бочки, они не дают того эффекта, который нужен на линии боевого соприкосновения. Пока работают нефтеперерабатывающие заводы и работают нефтяные терминалы. Вот еще в Севастополе такой же терминал и в Новороссийске, ну по крайней мере с этого направления. В Туапсе есть там мелких несколько штук, но основные это вот Феодосийский, Севастопольский, это если по Крыму и Новороссийске, там 60% углеводородки российской идет на запад через него. Потому уничтожать надо все, чтобы продолжили, по крайней мере, потому что сколько, полгода была затяжка, задержка, по крайней мере, по ударам по НПЗ. Но по НПЗ до сих пор никто не бьет. По-другому никак нельзя уменьшить поток нефтепродуктов в сам Крымский полуостров. Потому молодцы ребята, выполнили задачу. Скорее всего, кто-то из наших спецслужб, то есть либо служба безопасности, либо главное управление разведки. Скорее всего, это общий такой, уже можно сказать, общий план по уничтожению определенных целей. Хотелось бы, чтобы этих целей просто стало больше. Создать серьезные проблемы оккупантам партизаны также заявили о причастности к совместному удару по крупнейшему в Крыму нефтетерминалу. Подрыву нефтеналивного порта во времена оккупированных Крыму способствовали данные, переданные Силам обороны Украины украинскими патриотами из военного движения украинцев и крымских татар АТЭШ. По их словам, с октября 2023 года агенты движения собирали информацию о работе нефтебазы и точках размещения вражеских ПВО. Эта информация передавалась Силам обороны Украины на протяжении нескольких месяцев. В военном движении также сообщили, что удар по этой нефтебазе создаст серьезные проблемы для обеспечения российских войск на левом берегу Днепра. И это только начало, что особенно важно и на фоне подготовки россиянами возможной масштабной атаки на южном участке Украинско-Российского фронта. Анализирует важность удара по Феодосии в нашем эфире и военный эксперт Александр Мусиенко. Это серьезный удар. Это комплексная работа по уменьшению возможностей транспортировки нефтепродуктов в оккупированный Крым. А дальше это все экспортируется и на оккупированный юг Украины. Наши вооруженные силы предупреждали, что в том направлении враг перегруппировался и готовится к более активным наступательным действиям. Поэтому наши удары ограничат возможность россиян по этим направлениям. Враг сможет использовать меньше техники из-за нехватки горючего. Также это создаст проблемы оккупантам и в Крыму. Стало известно, что Путин как-то перепуган обстановочкой в украинском Крыму, районе Черного моря и регулярными бомбежками дронов. Тоже этому не рад. Диктатор все больше опасается за свою жизнь и за атаку украинских дронов, которые научились преодолевать расстояние в тысяч километров, обходя системы ПВО и достигая баз, в том числе даже за полярным кругом. Из-за страха быть уничтоженным в результате удара беспилотника Путин перестал ездить в одну из своих любимых резиденций «Бачаровручей» в Сочи, выяснил проект. По данным издания, до войны он проводил там порядка месяца в год, в основном в бархатный сезон, в сентябре-ноябре. Также у него была традиция праздновать в этом месте дни рождения матери двух своих сыновей, бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которой та отмечает 12 мая. Первый год войны с Украиной Путин продолжал летать в Сочи, не изменяя своим привычкам. Он принимал в резиденции президента Турции Раджепа Тейпе Эрдогана, Белоруссии Александра Лукашенко, Азербайджана, Ильхама Алиева, Казахстана, Касымжа Марта Такаева и премьера Армении Никола Пашиняна. Все резко изменилось в 2023 году, когда город начали атаковать беспилотники. Тем временем, в отличие от россиян, мы своих не бросаем. В прямом и хорошем смысле этой фразы увели из-под носа у ФСБшников. Отряд специальной разведки военно-морских сил ВСУ эвакуировал из оккупированного Крыма родных офицеров МС, которых запугивали российские спецслужбы. Семье пришлось покинуть полуостров из-за преследования со стороны ФСБ. 18 сентября всю семью из четырех человек, родителей офицера, сестру и несовершеннолетнюю племянницу задержали оккупанты. Три дня их незаконно удерживали, психологически давили и угрожали пытками. Таким образом, оккупанты планировали склонить к сотрудничеству украинского офицера, рассказали ВМС. 20 сентября оккупанты отпустили семью офицера на временно и только при условии, что в течение пяти последующих дней тот выйдет на связь с ФСБ, иначе его родным угрожали заключением. Военнослужащий доложил об этом командующему ВМС Алексею Нишпапе. Тот со своей стороны поручил ангелам эвакуировать родных офицера. Операцию по их спасению тайно спланировали в сжатые сроки и успешно реализовали, рассказали в командовании. Это была сложная, дерзкая, но успешная операция, которую не впервые проводят специальные подразделения ВМС, подчеркнул спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Петенчук. Шантаж родичей военнослужащих, которые несут службу в складе военно-морских сил Украины. На жаль, очередной такой кейс стал с военнослужащим военно-морских сил. Военнослужащий обратился к высшего руководства флота. Специальный подраздел из склада военно-морских сил совершил эту операцию и смог вернуть на нашу территорию родину украинского военно-морских сил. Так, ангелы спасли уже 73 человека, отметили в военно-морских силах. Россияне продолжают свой террор по нашим мирным городам. Очередной удар кинжалами. В Киеве обломки упали в трех районах возле домов, школ и детсада. Бил враг и в районе аэродрома в Старо-Константинове. Силы ПВО сбили два из трех кинжалов. Попадание еще одного подтверждено в районе аэродрома в Старо-Константинове. Всего ночью и утром было обнаружено более 80 воздушных целей, которыми РФ атаковала Украину. Отчитались в воздушных силах ВСУ. Не удалось сбить баллистическую ракету «Искандер-М», управляемую авиационную ракету Ха-59 и один кинжал, попавший в районе аэродрома Старо-Константинов в Министской области, сообщили в воздушных силах. Было сбито 32 вражеских ударных дрона в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. 37 российских беспилотников локационно утеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭП. Обломки ракеты обнаружили сразу в нескольких районах украинской столицы. Как сообщил Маркиева Виталий Кличко, хвостовую часть ракеты после утренней атаки обнаружили в лесопарковой зоне в Деснянском районе столицы. Обломки вражеских ракет упали и в Соломенском, в нескольких местах на открытое пространство. В Севченковском, вблизи пешеходного перехода, в Голосеевском в одном месте, на тротуар, в другом обломок пробил крышу служебного микроавтобуса. Пожар в Соломенском районе, возникший в одном из гаражей на частной территории в результате падения обломка ракеты, был ликвидирован, потерпевших нет. Обломки ракет обнаружили у подъезда одного из многоквартирных домов, а также во дворе частного дома. В том же Соломенском районе обломки упали возле супермаркета. Еще три обломка обнаружили на территории детсада в Соломенском районе столицы. Там же обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома. Один из обломков упал на территорию школы, добавили в Киевской городской военной администрации. Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин подтвердил, что утром 7 октября во время воздушной тревоги Россия вновь атаковала Хмельницкую область ракетами. Попаданий по гражданской и критической инфраструктуре не было. По состоянию на этот час обращений относительно травмированных или погибших нет. Пожаров не зафиксировано, добавил он. Удар стороны агрессора РФ ракетами «Кинжал» по Староконстантинову Хмельницкой области связан с тем, что там расположена 7-я бригада тактической авиации ВСУ с самолетами Су-24, которые являются носителями ракет «Штормшедо», объясняет авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко. У россиян серьезное подозрение, постоянное в мозгу, что Ф-16 базируется в Староконстантинове, поэтому они уделяют усиленное внимание этому городу, подчеркнул он в интервью Radio New Voice. При этом Киев был выбран как еще одна цель для удара из-за того, что РФ считает его центром принятия решений, пояснил эксперт. Большое количество важных инфраструктурных объектов – управление экономикой, управление страной, управление вооруженными силами. К тому же индустриальный центр, где выпускают достаточно продукции военного назначения и не только, поэтому удары вновь по Киеву, говорит Романенко. И не исключает, что удар по Староконстантинову может быть связан с тем, что накануне в Украине был министр обороны Нидерландов. Тот сказал, что первый нидерландский F-16 доставленный в Украину. Староконстантинов Больные Окупанты также в рамках своей геноцидной тактики в энный раз кроваво обстреляли Херсон. Есть раненые, среди них дети. Российские войска нанесли авиационный удар по центру Херсона, а по меньшей мере около двух десятков человек ранены. Среди них дети в возрасте 3 и 5 лет. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрачко. Окупанты атаковали центральный район Херсона. Две управляемые авиабомбы попали в прибрежную зону и еще две в северной части. Повреждены, в частности, учебные заведения и жилые дома. Вот почему Украина так остро нуждается в разрешении бить дальнобойным оружием по глубокому тылу РФ, дабы уничтожать ракеты не над нашими мирными городами, а действовать на опережение и ликвидировать сами носители ракет, а также пусковые установки. В Германии уже не исключают, Украина сможет использовать немецкое оружие для ударов вглубь РФ. Украина в будущем сможет использовать оружие из немецких запасов для самообороны, включая возможные удары по военным объектам на территории России, говорит министр иностранных дел страны Анна Лена Бербок сообщает Агишау. Она подчеркнула, Украина не обязана ждать нападения на свою территорию прежде, чем защищаться. Право Украины на самооборону не означает, что ракета должна сначала пересечь границу или попасть в такой город, как Харьков, прежде чем ей будет позволено защищаться. Даже самая лучшая противовоздушная оборона не всегда может это предотвратить. Уничтожение пусковых площадок может стать необходимой важной превентивной мерой для предотвращения будущих атак. Масштабы этих действий не будут обсуждаться публично для обеспечения сдерживания и избежания преимуществ для российских военных. А пока справляемся своими силами, несмотря на частичные территориальные потери, уничтожаем живую силу и технику врага титаническими темпами. С начала наступательной операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года и во время усиленных наступательных операций в Донецкой области летом 2024-го, российская вражеская армия потеряла в Покровском районе Донецкой области такое количество танков и других бронемашин, которого было бы достаточно для вооружения по меньшей мере пяти дивизий. Об этом в своем отчете пишут аналитики Института изучения войны. Они обратили внимание на соответствующий подсчет одного из асинт-исследователей, который базируется на визуально подтвержденных потерях техники. Этот исследователь сообщил, что россияне потеряли 1830 единиц тяжелой техники в Покровском районе с 9 октября 2023 года. Для сравнения, Украина за тот же период – 369 единиц такой же техники. Согласно этим подсчетам, в целом, во время наступательных действий в Покровском районе войска РФ потеряли 539 танков, примерно полторы российских танковых дивизий. Из них 381 танк в подсчетах асинт-исследователя причислен к уничтоженным. 1020 БМП – это примерно на 4-5 мотострелковых дивизий. Из них 835 уничтожены полностью, 26 бронетранспортеров, 22 реактивные системы залпа огня, 11 буксируемых артиллерийских систем, 92 небронированных грузовика. При этом только 6 сентября 2024 года, то есть за последний месяц, российские войска потеряли в Покровском районе 25 танков и 59 бронемашин. Это примерно два механизированных батальона. ВЕСВИ напоминают, что войска РФ начали усиленную наступательную операцию по захвату Авдеевки в октябре 2023 года. Она длилась 4 месяца, а после захвата города россияне продолжили штурмы к западу от Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка – это Кураховское и Угледарское направления – весной и летом 2024 года. Поэтому указанные выше потери российской техники отражают потери россиян во время этих наступательных усилий. То есть фактическое количество потерь российской техники в районе Покровска, вероятно, даже больше, чем сообщается сейчас. ВЕСВИ дополнительно отмечают, что в ближайшие месяцы и годы российское командование может оказаться неспособным или не готовым принять потери бронетехники на том высоком уровне, который наблюдается сейчас, учитывая ограничение объемов российского оборонно-промышленного производства, ограничение российских запасов техники даже в советской эпохе и неспособность армии РФ достигать оперативно значимых территориальных продвижений путем механизированных маневров. В частности, похоже, что российские силы ограничили использование бронетехники на Покровском направлении в последние месяцы, вместо этого используя пехотные штурмы малыми группами. Хотя оккупанты одновременно усилили свои наступательные операции, также в направлении Курахова и Угледара они часто проводят на этих участках районах преимущественно неудачные механизированные штурмы размером до взвода и роты. С октября 2023 года российские войска продвинулись лишь примерно на 40 километров на оперативном направлении Авдеевки и Покровска, и потеря техники на уровне более пяти дивизий для таких тактических достижений не может быть бесконечно постоянной без фундаментальных изменений в способности России находить ресурсы для войны, которую она ведет, констатирует Весви. Войска РФ, вероятно, накопили значительное количество техники для вышеупомянутых наступлений в Донецкой области. Однако среднее и долгосрочное ограничение российских запасов бронетехники и темпов ее производства вместе с дефицитом необходимого для этого оборудования могут заставить российскую армию пересмотреть свой подход к попыткам механизированных штурмов в этом секторе на фоне намерений России вести долгосрочную войну против Украины. Готовность военного командования РФ достигать лишь ограниченных тактических успехов в обмен на значительные потери бронетехники будут стоить России все больше. В ближайшие месяцы и годы вооруженные силы РФ сожгут на поле боя ограниченные запасы техники и вооружения советских времен. Россия, вероятно, будет испытывать трудности с тем, чтобы должным образом обеспечить свои подразделения техника в долгосрочной перспективе, не переводя российскую экономику на военное положение и не увеличивая темпы российского оборонно-промышленного производства в существенных масштабах, шаги которых Владимир Путин до сих пор пытался избегать. РФ на всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию. С самого утра прекратили онлайн-вещание основные пропагандистские рты Путина «Россия-1», «Россия-24», «Россия-культура», которой там нет, «РТР-планета» и более 20 других. По информации наших источников, на болотах не работало не только онлайн-вещание этих телеканалов, но и телевизионное непосредственно. Сотрудники компании скулили, что уничтожена вся информация на серверах, даже резервные копии, не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, нет даже интернета и телефонии. Ответственно взяла на себя анонимная проукраинская хакерская группировка Суда РМРФ, которая уже неоднократно мощно била в таком духе по России. Не работало онлайн-вещание и внутренние сервисы, ни интернета, ни телефона. Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в Аврале с 6 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная. И восстановление займет много времени, жаловались пропагандисты газеты РУМ. Это все вражеский Запад, атакуют нас белых и пушистых, но мы будем отбиваться. Панура прокомментировала атаки Машка Алкашко-Захарова. Противоречит и логике, и здравому смыслу, и всему международному праву подобные атаки. Но, как мы прекрасно понимаем, делать они этого не будут. Почему? Потому что они уверены, что касается коллективного запаса, сидят и потеряют руки. Российские СМИ давно для них стали объектом настоящего нападения. Мы знаем это, мы противодействуем им, тогда, когда необходимо принимаем ответные меры. Для Дитика о международном праве вспомнила уголовщица. Тем временем Россия увеличит расходы на госпропаганду до нового исторического рекорда, до 2,6 млрд рублей в неделю. Машина госпропаганды, запущенная в Россию на небывалую из советских регион мощность, все дороже обходится российским налогоплательщикам. Проект бюджета 2025 года правительство РФ заложило увеличение финансирования государственных телеканалов, СМИ и пропагандистских проектов в интернете до нового исторического рекорда 137,2 млрд рублей. Следует из пояснительной записки к закону о бюджете, опубликованной в базе Госдумы. По сравнению с текущим годом расходы по статье «Средства массовой информации» увеличатся на 15,9 млрд рублей или же на 13%, а их общий объем превысит годовые бюджеты средних российских регионов. Мозговтирательство жизни собственного плепса дороже, а то вдруг он еще очнется от информационного лживого опиума Путина. Любовь и уважение за деньги и под давлением, иначе вождя уже никто не любит. Студента в Петербурге в буквальном смысле выгнали на улицы, дабы те поздравили Путина с днем рождения. До сегодняшнего дня бункерный пока, увы, дожил ему 72. Молимся и машем, что этот возраст уже и зафиксируют на его надгробной плите. В Кремле же нагло соврали. Путин вообще не считает день рождения и другие праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе, говорит род Путина Дмитрий Песков. Планы Путина на сегодня до боли скромны, мол, рабочие встречи закрытого характера, международный телефонный разговор во второй половине дня и вечернее неформальное общение с лидерами СНГ, которые прибывают в Москву на завтрашний саммит. Из сильных мира сего поздравлять Путина никто не спешил. Да, и слабых тоже. Премьер-министр Армении Никол Пашинян разве поздравил Путина с днем рождения? Пожелал ему здоровья, успеха и всех благ. И выразил надежду, что сотрудничество Армении и России станет более активным. Лучший твой подарочек – это я успокоил Путина Лукашенко. Первым на планете Земля поздравил далеко уже не первый даже в своей стране, а самопровозглашенный и полностью контролируемый Путиным белорусский глава Александр Лукашенко. Нам удастся открыть новые горизонты. Так Лукашенко поздравил Путина, который убивает украинцев с днем рождения, и пожелал успехов на благо РФ. В своем приветствии он расхвалил главу Кремля, который продолжает захватническую войну и убивает мирных украинцев. Сказал, что он глубоко понимает историческую миссию России и укрепляет международный авторитет. Уверен, что совместно нам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества, которые отвечают современным вызовам и обеспечивают расширение многоплановых связей между нашими странами, подчеркнул самопровозглашенный глава Беларуси. И на поклон прилетел прямо к обеду в Россию, дабы распластаться в поздравляшках лично. Весьма показательно, кто именно поздравит Путина с днем рождения, подчеркивает в нашем эфире политолог Валерий Клочок. Все украинцы проснулись с одной мыслью в день рождения Путина. И все пожелали, чтобы он стал последним. Однако изменит ли что-либо смерть Путина – это дискуссионный вопрос. Мы надеемся, что после этого мы сможем вернуть территории, получить репарации. Однако на Западе сейчас не рассматривают вариантов, по которым к власти в России придет демократ, который перестроит и сменит Россию. Для них важно сохранять Россию такой, какой она сейчас есть. Ведь у России есть природные ресурсы, которые нужны странам Запада. А стабильность в этих странах зависит от цен на нефть, например. Поэтому сейчас интересно посмотреть, кто же поздравит Путина. Вот Лукашенко уже улетел на поклон. Думаю, что СИД тоже его поздравит. Ну и президент Ирана тоже. Президенты стран Центральной Азии. Мы должны адекватно оценивать ситуацию с Россией. Россия наработала за время полномасштабного вторжения серьезные внешнеэкономические и политические связи с поддерживающими ее странами. Половина снарядов, которые Россия использует против нас, поставляется Северной Кореей. Северная Корея является едва ли не основным поставщиком боекомплектов. Насколько будут эффективны новые санкции от США в отношении к НДР – вопрос риторический. В Северной Корее тем временем подвергли критики заявления НАТО об осуждении военного сотрудничества КНДР и РФ и пригрозили, что позиция Альянса может иметь трагические последствия. Об этом сообщает KCNA. Заявление, приуроченное к визиту нового генерального секретаря НАТО в Украину, ясно свидетельствует о том, что Альянс собирается выйти на первую линию противостояния с КНДР, заявили в Минсеверной Корее. Там выразили глубокое сожаление, что НАТО клевещет, мол, на законное сотрудничество между независимыми и суверенными странами, искажая суть украинского кризиса и решительно осуждает и отвергает такие обвинения. Если НАТО будет продолжать всевозможные попытки посягать на достоинство, суверенитет, безопасность и интересы КНДР, одновременно с продолжением враждебной политики по отношению к ней, Альянс будет нести полную ответственность за трагические последствия, которые это повлечет, пригрозили в КНДР, продолжая при этом предоставлять России тысячи боеприпасов и сотни ракет. Единственная настоящая ошибка – не исправлять своих прошлых ошибок Конфуций. Ирина Узлова, наша программа «20 минут». Приходите к нам завтра, будем ждать вас на этом же месте. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube 24-го канала, ставьте нам лайки, оставляйте свои комментарии. Все эти ваши действия более чем помогают нашим разговорам продвигаться просторами YouTube. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины. Увидимся и победим! Продолжение следует...